Грайнды, слайды, олли и флипы. Нет, это не язык неизвестной цивилизации, а всего лишь название базовых трюков со скейтбордом. Совершенствоваться в этом направлении могут сотни детей на мигзаводе. Здесь, благодаря губернаторскому проекту содействия, открыли спортивную площадку. В районе она стала второй, но не менее долгожданной. В последнее время это стало модным, популярным. Все с самокатами, все с коньками, с роликовыми, со скейтами. Мы решили попробовать в районе как-то сделать инфраструктуру, потому что ближайшие серьезные объекты у нас в городе, район у нас удаленный. В Красноглинском районе проживают больше 100 тысяч жителей. С каждым годом появляется все больше детских площадок. Сегодня 70% дворов уже благоустроены и оборудованы детскими игровыми комплексами. Причем в проектах благоустройства активно участвуют сами самарцы, подсказывая и высказывая свои пожелания, которые учитывают в первую очередь. Как и получилось со скейт-площадкой. Десять лет назад на этом месте была танцплощадка. После недавней реконструкции сквера она пустовала. Ее заасфальтировали, привели в порядок и предоставили шанс жителям выбрать, чему конкретно здесь быть. Сквер, в котором мы находимся, это место привлечения всех жителей. Инициативная группа граждан, узнав о губернаторском проекте «Содействие», обратилась с просьбой именно по организации здесь такого спортивного городка, именно скейт-парка. Большинство людей проголосовало, поддержало эту инициативу и вот нам удалось благодаря этому проекту «Содействие» его реализовать на территории Краснодарского района. Дети приходят сюда и отдохнуть, и покататься, и позаниматься спортом. Тут есть все для того, чтобы и родители, и взрослые люди, пожилые люди отдохнули вместе со своими детьми. Сейчас преобразовать свой двор или ближайший к дому сквер может любой. Для этого нужно принять участие в одной из программ благоустройства. Это может быть формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», губернаторский проект «Содействие» или городская программа «Конструктор двора». Все подробности сможет рассказать управляющий микрорайоном. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События.